Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и думаю ни для кого из моих постоянных зрителей не секрет, что компания Honor, та что дочка компании Huawei ушла, можно сказать, в свободное плавание и теперь никак не относится к компании прародителю, а следовательно и санкции на неё больше не распространяются. Так что на всех парах, буквально пару часов назад, компания Honor выпустила в свет своего, так сказать, первенца смартфон с чистого листа, который получил название Honor V40 и вобрал в себя по-настоящему флагманские технические характеристики и опять же, учитывая в помню себе бодрую начинку, ещё и более-менее адекватный ценник, опять же, с оглядкой на космические цены других топов от конкурентов. Ну а про дизайн я вообще молчу, лично мне смартфон внешне понравился, осталось только по доброй традиции набрать под этим роликом 2000 лайков в знак вашего одобрения и прикупить сей чудо-агрегат, чтобы прожарить его во всех современных играх с FPS, нагревом и троттлинг-забегами. Ну и конечно же, организовать ему подробный обзор, так что дружненько навалимся на лайчинский и напишем пару слов с пожеланиями делать обзор или же нет. Ну а сейчас присаживаемся поудобнее, запасаемся тирамису с курочкой, ибо я максимально кратко и содержательно постараюсь вам рассказать о всех фишках и функциях нашего сегодняшнего героя. Ну а если вас как и меня заинтересовал данный аппарат, но вы не хотите приобретать его за рубежом, правда сэкономить всё-таки хочется, для поиска лучшей цены могу порекомендовать Е-каталог. Думаю, как только смартфон будет продаваться у нас в рознице, он обязательно появится и на Е-каталог. Ну а пока что тут можно подобрать самый вкусный прайс на его ближайших конкурентов и одноклассников. Так что если вы предпочитаете экономить не только деньги, но и время, Е-каталог это то, что доктор прописал. Также тут можно с лёгкостью мониторить динамику изменения цен, чтобы не нарваться на липовые скидки нерадивых продавцов и попутно сортировать нужный вариант устройства по цвету, характеристикам и многим другим параметрам. Тут же можно закинуть нужный товар в корзину, чтобы не забыть купить его например на распродаже, или в любой момент прочитать отзывы реальных покупателей, что действительно может быть крайне полезно. Ссылочки с лучшими ценами на смартфоны из ролика, а также на другие интересные девайсы вы всегда найдёте в описании под этим видео. Новенький сильный независимый Honor V40 получил топлый, хоть и не самый свежий 8-ядерный 64-битный чип от компании Mediatek, а именно D1000+, с максимальной частотой работы ядер до 2,6 ГГц. За графику отвечает производительный Mali-G77MC9, объём же оперативной памяти будет фиксированным и составит приличные 8 ГБ. Что ж до накопителя, то тут дали разгуляться от 128 до 256 ГГц, да и про слот под NM карты памяти не забыли. Что ж, в целом в плане производительности рекордов ждать конечно не стоит, в том же Antutu аппарат будет набирать от 520 до 550 тысяч очков, что немного шустрее того же 855 дракона со знаком плюс. Но для повседневной работы, да и для тяжёлых игр смарт тоже подойдёт прекрасно, тем более знаю как хорошо компания Honor борется с троттлингом. Тем более экранчик тут на 120 ГГц, с тачем на 300 ГГц, так что задел под игры тут действительно неплохой. Также экран новинки получил отличную LED матрицу с диагональю 6,72 дюйма и разрешением 2676 на 1236 точек с поддержкой HDR10 и защитой от синего излучения. Ну и куда же ребят без этой шикарнейшей щели под глазки фронтальной камеры, будь она не ладно. Хотя тут она получилась в разы тоньше, чем например на том же Honor 30 Pro Plus. Кстати фронталка тут на 16 мегапикселей плюс датчик цветовой температуры. Что ж до основной камеры, то её оснастили модулем на 50 мегапикселей, кстати используется Uber Top, Sony IMX 766, ширик на 8 мегапикселей и не пришей кобыле хвост, макрик на 2 мегапикселя. Что ж, на главное обещают отличное качество снимков, сравнимое с лучшими топами от других производителей, если даже не лучше. Honor всегда могли в камеры, так что на деле если мы не получим супер топ, то хорошую камеру уж однозначно. Питается это дело довольно скромная по современным меркам баночка на 4000 мАч с поддержкой реально очень быстрой 66 ваттной зарядки, которая заряжает нашего героя примерно за полчаса, может с небольшим хвостом и это круто. Также смарт оснастили и 50 ваттной беспроводной зарядкой. К дополнительным особенностям новинки можно отнести фирменную Magic UI 4.0 на 10 андроиде с скорым обновлением до 11, поддержку 5G сетей, сканер отпечатков пальцев в экране, стереодинамики и поддержку Hi-Res Audio, NFC и что немаловажно для многих, поддержку гугл сервисов. Например, к нам аппарат в розницу поступит примерно через месяц и на борту у него точно будут гуглы. Honor V40 выйдет в оранжевом, серебристом и чёрном цвете. Что ж до ценников, то за матч версию 8 128 производитель запросил 555 долларов, а за топ 8 256 уже не менее солидные 615 баксов. Ну что ж, страждущие дождались, гуглы так и вернулись на смартфоны Honor, думаю теперь мечта миллионов исполнилась. Да и сам смартфон действительно получился красивым и вполне интересным, хотя его ценник назвать гуманным лично у меня язык не поворачивается. Но если его отбросить, то смартфон действительно получился неплохим, я надеюсь мы уже скоро это проверим. Так что не забываем подписаться на канал, прожимаем лайк, нажимаем на колокольчик, ну и конечно же посещаем мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там опубликовываю фото сессии устройств, а также там проводится голосование за следующие интересные девайсы для обзоров. Всем ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку, ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok